В Америке такова жизнь. В Америке все, к чему прикасается Джей Зи, превращается в золото, но дела у нью-йоркского рэпера не всегда обстояли столь гладко. Он не происходит из богатой семьи. Скорее, с точностью наоборот. Шон Картер вырос в одном из самых бедных районов Нью-Йорка. Ранние годы он провел в Марси Хаусес, социальном жилье для малоимущих на севере Бруклина, район Бетфорд, Стайвисанд. Мать растила его одна, так как отец рано ушел из семьи. Потому Джей Зи знает, каково это. Жить скромно. Он не забывал об этом на протяжении всей своей карьеры. И именно этот подход помог ему достичь вершин, заботясь только о себе и не отвлекаясь на других людей и компании. И благодаря этому, сегодня он является счастливым обладателем 14 альбомов, занимавших первые строчки чартов, 22 статуэток Грэмми, а также 500 миллионов долларов, заработанных за последние 10 лет. В Бруклине Джей Зи ходил в школу Илай Уитни, а затем в школу с техническим уклоном Джордж Вестингаус. Там же учились будущие рэперы Notorious B.I.G. и Баста Раймс. В последствии он также какое-то время учился в школе Трентон Централ. Город Трентон, Нью-Джерси. Школу рэпер так и не закончил. Однако, это ему ничуть не помешало построить карьеру. И хотя в молодости его занятия не всегда были законными, Джей Зи знал, что он выше этого. Он всегда интересовался музыкой, интерес которой ему привила мать. Но так как он не был подписан ни одним лейблом, ему приходилось продавать свои записи самостоятельно. Используя багажник авто в качестве магазинной витрины, рэперу удалось быстро распродать свои записи, что придало ему мотивацию продолжать. Свой полноценный альбом Reasonable Doubt Джей Зи издал в 1996 году, когда основал лейбл Rockefeller Records совместно с Дэймоном Дашем и Каримом Биксом. В 1997 году Троица продала половину акций Rockefeller Records лейблу Dev Jam Recordings, который сегодня является одним из самых влиятельных лейблов в истории хип-хопа. За полтора миллиона долларов Dev Jam выкупили остальные акции Rockefeller в 2004 году за дополнительные 10 миллионов долларов. После этого Джей Зи занимал должность президента Dev Jam Recordings в течение трех лет, после чего основал еще один успешный лейбл под названием Rock Nation. Джей Зи обладатель всех мыслимых наград, начиная с лучший хип-хоп исполнитель по версии American Music Awards в 2004 и 2009 годах, да лучший иностранный сольный исполнитель по версии Brit Awards в 2010 году и лучший автор года от BET Hip Hop Awards в 2009. Кроме того, он четыре раза становился лауреатом премии Делец Года по версии BET Hip Hop Awards, и он до сих пор заслуживает этого звания как никто другой. Зарабатывать Джей Зи умудряется на всем, начиная с собственного бизнеса и заканчивая условиями контрактов. Еще на старте карьеры он решил, что лучше будет зарабатывать для себя, чем для других, поэтому он запускает собственные бренды, а не рекламирует чужие. Впрочем, Затон всегда готов к сотрудничеству в музыкальной сфере. Большую часть своего капитала он заработал именно благодаря музыке. Туры Джей Зи – отличный источник дохода и регулярно пополняют его счет на миллионы долларов. Одни лишь права на использование всей его музыки стоят около 75 миллионов долларов. И это мы еще не начали говорить о гонорарах, которые он получает за выступления. Например, согласно Billboard, концерты в рамках тура 444 в ноябре-декабре 2017 года принесли ему примерно 48,7 миллионов долларов. Это более полутора миллиона за концерт. Его два предыдущих тура – Magna Carta Tour в 2013-2014 годах и The Blueprint Tour в 2009-2010 – собрали по 37,4 миллиона долларов и 33,1 миллион соответственно. Помимо 13 полноформатных альбомов и бесчисленных коллабораций, мероприятий и концертов, Джей Зи также владеет собственным стриминговым сервисом под названием Tidal. Сегодня Tidal стоит более 600 миллионов долларов, несмотря на то, что ему приходится соперничать с гигантами вроде Spotify и Apple Music. Помимо прочих, Tidal выпускал эксклюзивные релизы от Бьонсе, жены Джей Зи и Риана. Tidal продал 33% акций в 2017 году за 200 миллионов долларов. Эта сделка и позволила узнать точную стоимость компании – невероятные 600 миллионов баксов. Несмотря на собственную немалую выгоду, Джей Зи использовал Tidal, чтобы помочь другим музыкантам. Он критикует Spotify и ему подобные сервисы за мизерные выплаты музыкантам и называет это настоящим преступлением. Но давайте перейдем к другим, не менее успешным бизнесам Джей Зи, которые тот построил с четким видением цели. Многие могут не знать, но Джей Зи – настоящий знаток алкоголя и ценит качественные крепкие напитки и шампанское. Как и обычно, вместо поддержки уже существующих брендов, он основал свой собственный и вновь получил огромную прибыль. Сегодня он владеет пакетом акций Арманды Бриньяк за 310 миллионов долларов, а также акциями за 100 миллионов в компании Дюсе Коньяк. В 2006 году в его клипе «Show me what you got» появилась загадочная золотая бутылка. Как оказалось в дальнейшем, это была реклама Арманды Бриньяк. В последствии бутылка еще не раз появлялась в клипах Джей Зи и Бьонсе. Это была отличная возможность использовать вполне очевидный продакт-плейсмент, чтобы прорекламировать свой собственный бизнес. Совместив его музыку и алкоголь в одном видео, он пробудил в аудитории желание наслаждаться ими одновременно, и это сработало. Как результат, Дюсе Коньяк продает более 200 тысяч ящиков алкоголя ежегодно, и продажи выросли на 80% только за последние 12 месяцев. Кто знает, сколько эта компания будет стоить через год. Давайте уделим немного времени потрясающей коллекции недвижимости Джей Зи, ведь дома он тоже любит дорогие. Всего он владеет недвижимостью на общую сумму более 50 миллионов долларов, включая поместье в Истхэмптоне за 26 миллионов долларов. А также роскошный дом в пригороде Лос-Анджелеса Бель-Эйр. Также в 2004 году он приобрел пентхаус в районе Трайбека за 6,85 миллионов. Но здесь нужно понимать, что половина от этих сумм была уплачена из кармана Бьонса. Джей Зи постоянно упоминает родной район в своих песнях, но это же не значит, что он должен продолжать жить в нем и по сей день. Потому рэпер никогда не упускает возможность и продать свою старую недвижимость, чтобы выгодно приобрести новую. Например, после заключения брака в 2008 году Джей Зи и Бьонсе купили огромный комплекс с семью спальнями и восьмью ванными комнатами в Майами-Бич. Комплекс расположен на Индиан Крик, эксклюзивном и безумно дорогом для жизни острове, расположенном в заливе Бискейн у побережья Майами. А в 2010 году пара продала недвижимость за 9,3 миллиона долларов. Еще один источник дохода, который позволил Джей Зи стать миллиардером, это его обширная коллекция искусства. Коллекция рэпера оценивается в 70 миллионов и содержит экспонаты, которые заставили бы позеленеть от зависти любого знатока искусства. Последние 10 лет он скупал шедевры, такие как Мека Баски, которую он приобрел в 2013 году за 4,5 миллиона долларов. Он часто упоминает предметы искусства в своих текстах и, судя по всему, является настоящим ценителем. Джей Зи определенно знает, что к чему, когда речь заходит на тему искусства. И как и многие миллионеры и миллиардеры, у Джей Зи потрясающий нюх на инвестиции. Этим навыком не обделена и Бьонсе, что делает их отличной командой в плане вложений. Так, в 2011 году Джей Зи вложился в Uber и за прошедшие годы его вклад вырос в 200 раз и сегодня составляет 70 миллионов. Также он инвестировал деньги в стартап JetSmarter, который позволяет людям заказывать частные самолеты примерно как в такси Uber. Еще Джей Зи владеет акцией Mistense, производителя носков премиального качества. С 2011 года его вклад вырос до 116 миллионов, что говорит о том, что дела у компании идут довольно неплохо. А одним из последних вложений рэпера является французский производитель хай-энд колонок DeViolet. Пока неизвестно, оправдает ли себя инвестиция в 100 миллионов долларов, но колонки DeViolet получают положительные отзывы и продаются в магазинах Apple. Так что в следующие годы их популярность будет только расти, принося Джей Зи еще больше денег. Закончим видео рассказом о менее известных деловых начинаниях Джей Зи, которые также приносят ему немалые деньги, однако упоминаются гораздо реже музыкальные карьеры и отношения с Бьенце. В 1999 году он основал бренд одежды Rockwear, который в 2007 году продал за 204 миллиона долларов. В последние годы бренд переживает не лучшие времена, но когда им владел Джей Зи, Марка занималась только одеждой, без каких-либо темных делишек на стороне. Под конец нам хотелось бы упомянуть о барах и ресторанах, также принадлежащих Джей Зи. В 2003 году в Нью-Йорке рэпер открыл спортбар-ресторан 40 на 40. За прошедшие годы он расширил франшизу в сеть, открыв подобные заведения в Бруклине и Атланте. Как и следовало ожидать, клуб 40 на 40 стал одним из самых престижных и фэшенебельных мест Нью-Йорка, а также идеальным отражением головокружительного успеха Джей Зи. Вот так Джей Зи удалось стать первым рэпером-миллиардером. Делитесь своим мнением в комментариях, а также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и включать уведомления. До встречи в следующих видео!